Мне заново приставиться, либо часную нотку. Я возьму русскую. Давайте. Пишите? Ага. Баранов. Баранов. Очень хорошо, что вы запомнили. Александр Викторович. Что вас еще интересует? Удостоверения показать? Вы имеете право потребовать. Должность. Должность. Полицейский. Пишите, да? ОРПФСП. ОМВД. ОМВД. Да. Россия по Устинскому. Двумя есть. Россия. РОССИЯ. Россия, краткая не надо написать. По Устинскому району, да. В России неправильно написали? Ну как бы это ваше дело, просто я, Россия, это такое слово, которое надо правильно писать. Видно все? Дата и место рождения. Ну, эту информацию я не могу вам говорить, я не обязан вам ее говорить. То, что я должен был вам сказать, я вам сказал. А то еще адрес прописки попрекуете. Ну да. Да? Ну, эту информацию я вам тоже не обязан говорить. Я вам должен представиться, назвать свое звание, при вашем требовании показать вам удостоверение. 28. Сегодня 18 секунд. Может перейдем, я вам все данные назвал? Да, осталось только проверить ваши документы, записать служебное удостоверение Никаких проблем Проблем в этом нет, уважаемые Сейчас я вам покажу свое удостоверение КРД-082-499 Все, можно переходить Проверки ваших документов, вы же мои все проверили, правильно? Да Вы знаете свои права, но вы также должны знать свои обязанности, так же? Ну, перед вами у меня обязанностей нету Я вам сейчас объясню Нет, ну хорошо, я вас выслушаю Мне приятно общаться с умными людьми Правда, Россию вы неправильно написали Но я думаю, это незначительная ошибка Смотрите, Александр Викторович Да, да, конечно Как мне к вам обращаться? Александр Сергеевич Сергеевич, очень приятно Смотрите, суть в чем Давайте, я вас выслушаю внимательно Ну, я скажу так Я гражданин Советского Союза Передвигаюсь по территории Советского Союза Гражданин сейчас Российская Федерация, да? Советский Союз сейчас нету Сейчас Российская Федерация Знаете, да, наверное, так? Вот, теперь смотрите А так как вы представитель Якобы Органов власти Российской Федерации То есть, подождите Я вас опять же перебью Слово якобы Мой жетон А я не хотел объяснить вам Ну, хорошо, хорошо Я послушаю Я извиняюсь Давайте я вас полностью выслушаю Смотрите, суть в чем Органы Государственной власти Заверяют своей печати Государственной гербовой печати Ага Свои документы, правильно? Так вот Ваши документы Они заверены печатью То есть, ну Не государственной А какими? Требования гербовой печати Которые заверяются Документы отданной власти Да? Они изложены в гости Р-51-501 Вот Я вам сейчас его продемонстрирую Да, да, конечно Не, не надо понять Человек нормально объясняет Мы нормально с ним побеседуем Не надо Ну, побеседуем Спасибо Вот смотрите Государственной Печать с воспроизведением Государственной гербовой Российской Федерации Она должна выглядеть вот так В чем отличие от вашей печати? Давайте я достану свой Опять же удостоверение Давайте Если мы начали такую беседу Давайте ее уже разберем до конца Правильно? Да, правильно Я слушаю ваше мнение Вот она печать Чем она отличается? Хорошо Смотрите Вы говорите, что у меня Недействительная печать То есть Вы хотите сказать, что Мое удостоверение Оно не является действительным Так? Либо как? Я не пойму Что вы хотите От нашего разговора добиться Вы хотите сказать, что Я не являюсь сотрудником полиции? Нет Вы мне дайте сказать Являюсь, да? Главное управление МВД по Краснодарскому праву Органы государственной власти Заверяют Ну вот Сейчас я вам Давайте Сделаю так Министерство юстиции Российской Федерации Прочтите, пожалуйста, внимательно Это ответ на запрос Это вы отправляли, да? По поводу печати Да Вы отправляли ответ на этот запрос Так? Это он вам приходил? Нет Антону Павловичу приходил, правильно? Да, Антону Павловичу, да Приходил По Камчатскому краю, да? Да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и что мы видим? Хорошо, я прочитал. На данную минуту вы мне даете бумажку, точнее ксерокопию, которая даже не заверена у нотариуса. До свидания, Анна Владимировна. Я не знаю, что это за бумажка. Вот вы мне даете ее, и я читаю. Но даже если так написано, что вы хотите сейчас выиграть от нашего разговора? Я понял вас, смотрите, суть в чем. Вот она, нет, вы подождите, раз мы начали такую беседу, вот она есть ксерокопия, на которой нет ни одной, кстати, даже гербовой, которую вы говорите. Да, я прочитал, почему я с вами так беседую. Я хочу услышать, вы как гражданин Российской Федерации, вы имеете права... Я же вам еще раз говорю, я не гражданин Российской Федерации. Я гражданин Советского Союза. У вас паспорт есть? У меня есть паспорт. Откройте его, пожалуйста. Это не показатель гражданства. Александр Сергеевич, у вас паспорт есть? Как паспорт называется? Какой документ дает гражданство? На основе какого документа мы... Смотрите, у меня есть паспорт. Александр Сергеевич, вы утверждаете, что вы не гражданин Российской Федерации, да? Ну естественно. Вы где проживаете? Потому что в Российской Федерации не может быть граждан. Вы где проживаете? Я вам отвечаю на вопросы, пожалуйста, ответьте мне. Вы где проживаете? Вот я где проживаю. СССР, город Новосибирск. Да. То есть вы проживаете все еще в СССР? Не все еще, так же как и вы там проживаете. То есть так же как и я проживаю? Ну я хочу сказать, что я живу в Российской Федерации, а не в СССР. Документы на территорию Российской Федерации у вас есть? Ну как вы можете доказать, что вы проживаете в Российской Федерации? Вот есть постановление Госдумы. Вот я бы тоже порекомендую ознакомить. Можно почитать, да? Ну я как-нибудь ознакомлюсь. Спасибо, что вы говорите на улице. Здесь говорится о том, что союз до сих пор существует. А раз он существует, значит и существует его граждан. И я как гражданин Советского Союза я вам выношу предостережение под протокол, под видеозапись о недопустимости совершения преступления в отношении граждан Советского Союза. О каких преступлениях вы сейчас ведете? Против вас было совершено мною какое-либо преступление? Скажите, пожалуйста. Я могу убирать, да, удостоверение? Да, можете убирать. Я могу перчатки, да, одеть? Холодно на улице. Я думаю, мы пока оставим. Да, дальше я слушаю вас. Теперь смотрите, печать вашему удостоверению не соответствует ГОСТу Р-51-501. Соответственно, эта печать проставлена не государственным учреждением, а частной коммерческой структурой. Далее вы можете написать на меня заявление, отправить в Министерство внутренних дел Главное управление по Краснодарскому краю. Не, ну вы же говорите, я уверен, что у меня печать, которая... Я не создаю эти печати, понимаете? Это понятно. Я не делаю. У меня есть печать, у меня есть удостоверение. Оно оригинальное, оно именно подлинное, не поддельное. Я являюсь сотрудничеством полиции. Вот она, печать соответствующая ГОСТу. Я вам еще раз говорю, если вы считаете, что у меня не правильная печать, не подтверждающая ГОСТу, не соответствующая ГОСТу, от меня что вы сейчас хотите? Я вот делаю свою работу. Я выношу вам предостережение о недопустимости совершения. То есть я не имею права вас требовать... Ваши требования ко мне незаконны. Незаконны, да? У вас сейчас нет законных, а ко мне требования. Почему? Потому что доверенность от Веневского есть у вас. В вашем удостоверении было написано, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю. Ну а если вы еще думаете, что вы живете в СССР, значит вы также отрицаете о федеральных всяких законах, придуманных и выпущенных Госдумой Российской Федерации. Это такое, как, допустим, федеральный закон о полиции номер 3, да? Это такое, в котором указано, что имеет право сотрудник полиции, что обязан он сделать, какие у него есть ограничения и все, и все в этом. То есть, по вашему мнению, то, что написано в данных законах, это сам закон, по вашему мнению, не существует. Так же я? Объясню почему. Закон о полиции был подписан Медведевым в 2011 году. Вы видели подпись Медведева под этим законом? Уважаемый, я не разбираюсь. Я разбираюсь. И я не сравниваю подпись Медведева или нет. Есть закон, который вышел, который является непосредственно которым мы регламентируемся, понимаете? Начиная с самой первой, идет Конституция Российской Федерации, которую вы тоже указываете, что ее нету. Почему она есть? Вы же признаете Конституцию Российской Федерации? Нет, вы же говорите, что Российской Федерации нету, правильно? Это же вы говорите. Значит, логично, что и Конституции Российской Федерации нету, а у вас она есть. Почитайте, что написано Конституция. Конституция чего? Не Конституция СССР, правильно? А Конституция Российской Федерации. А вы говорите, такой страны нет. Значит, логично, что для вас и нету конситуции Российской Федерации. Нету. Нету. А зачем тогда вы ее с собой вносите? Но вы ее руководствуете? Это ваше мнение. Я слушаю ваше мнение. Вы как гражданин, как вы утверждаете СССР, но для меня вы гражданин Российской Федерации, у каждого гражданина Российской Федерации есть свобода слова. И мы с вами сейчас разговариваем. Я представитель органов внутренних дел, а я себя таким считаю. И непосредственно, послушайте, уважаемые, моя доверенность, это мое удостоверение и моя данная вообще должность. И мое удостоверение является именно подтверждением того, что я сотрудник органов внутренних дел, и я регламентируюсь, непосредственно начиная от Конституции Российской Федерации, и самое главное, не самое главное, а самое крайнее, чем это закон о полиции. Вот начиная от Конституции, и т.д., и т.п., федеральные законы, и далее закон о полиции номер 3. Подписи Медведева под законом о полиции выделили. К чему мы сейчас ведем наш разговор, Александр Сергеевич? Я к тому, что у вас нет ко мне законов требований. Хорошо, Александр Сергеевич. Я вас об этом предупреждаю. Александр Сергеевич, вот смотрите, какая ситуация. Все мы взрослые люди, да? Все мы взрослые люди. Сейчас, также по законам Российской Федерации, непосредственно которым я также являюсь гражданином Российской Федерации, за то, что вы... Чем вы докажете свое гражданство Российской Федерации? Как минимум своим паспортом, которого у меня сейчас с собой нету. Паспорт, это не является подтверждением гражданства. Это ваше мнение. На основании какого документа приобретается гражданство? Пожалуйста, напишите, я не знаю, все существующие инстанции, чтобы... Так я же вам говорю, у вас печать не соответствует государственной гербовой печати. У вас нет доверенности. Александр Сергеевич, читайте пункт. Вот это, читайте, сведения физические. Да вы мне сольете бумажки, которые так же... Эта бумажка, вот она, заверена печатью государственной гербовой печати, соответствующей гражданином Российской Федерации. Которая соответствует, да? Это выдал реестр юридических лиц. Вы работаете в юридическом лице. Ну, трудитесь на юридическое лицо, который так же, как ООО, ЗАО, там, я не знаю, государственные... У вас когда-нибудь в жизни случалось несчастный случай? Не дай бог, чтобы они случались. Случались. Ну, у вас случались они или нет? Да, всякие случаи случались. Случались. Вы когда-нибудь обращались в полицию? Никогда. Никогда, да? Никогда я в полиции не обращался. Уважаемый, послушайте, дай бог, чтобы и дальше так было, и вы сами разбирались. Но я вам скажу, вам и всем людям, которые придерживаются и вашего мнения, и мнения того, что полиция не нужна. Вы все... Нет, уважаемый, я вам все-таки скажу, а вы уже делайте выводы. И на чем мы закончим наш разговор, потому что с вами мне сильно... у меня работа, и пока мы разговариваем с вами, действительно, могут проехать те люди, которые нежелательно, чтобы проезжали без моего остановления. Но вот насчет этих слов я нисколько не против, понимаете. В Советском Союзе была милиция, но она была государственная. Вы являетесь сотрудником ЧОПа. Сотрудником ЧОПа, да, ваше мнение. Сотрудником ЧОПа. Так как у вас нет гербовой печати государственного образца. Александр Сергеевич, так же я выслушал ваше мнение, я выслушал ваше мнение. И так же мы сейчас даже, скажем так, подведем и расставим все точки надпи, как говорят. Да, да, давайте. По всему желанию сейчас, по которому я могу, не желанию, а по всем моим возможностям, я могу сейчас пригласить двух понятых. Если вы мне откажетесь передать водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного наследства, страховой полис, либо откажетесь выполнить другие законные действия. Да, у вас нет законных требований. Вы послушайте, вот мы сейчас разговариваем с вами, и я вам говорю, что вы можете быть подвергнуты статье 19.3 о неповиновении законных требований сотрудников полиции. И далее, далее, после того, как вас осудят по этой статье, вы можете писать куда угодно. Это то, что я должен сделать по закону на данную минуту. Но я вам скажу так, как чисто по-человечески, чисто по-человечески, вы говорили, что вы никогда не обращались. Вот много таких людей. А когда у вас что-то случается, уважаемые, вы все сразу же, вы все сразу же звоните в полицию, говорите, помогите. Так вот надо сразу, сразу предвидеть эти все ситуации, понимаете? Если вы до конца, понимаете, уважаемые, если вы до конца, если вы до конца подвергаетесь данному вашему мнению, до самого конца вы подвергаетесь данному вашему мнению, то надо идти до конца. А как у вас что-то случится, вы сразу наберете 02 и скажите, помогите. И так оно и будет, поверьте мне. Я много людей таких встречал, и вы это не отрицаете. Информация совершила рейдерский захват территории РССР и установила там свои порядки. У вас вот здесь вот, вот это знак. Кокарда это называется, да. Ну, это мне просто даже неудобно говорить, что это. Я и так говорю, это называется кокарда. И вы можете отрицать, говорить, что это не так. Давайте, смотрите, вот мы с вами проговорили, да. Я вот со своей стороны, я выношу вам предостережение под видеозапись. Это предостережение. Вы можете с ним ознакомиться. Я могу вам прочитать его лично. Мне оно не надо. Я уверен в своих полноправных действиях. Я уверен, что я никого не осторожал. Смотрите, вот этот документ, это протокол. Я могу дать вам копию этого протокола. Мне не надо это ничего. Хорошо. Я уверен в себе и в своих полноправных. Все, отлично. А этот протокол, этот будет протокол, я вам просто скажу, он будет направлен в судебные органы. Ваше право. Ваше право. В Советского Союза. В Советского Союза. Которых потом, после будет с вами уже разбираться. Которых нету, да, в судебные органы Советского Союза. Понимаете, у вас нету печати, у вас нету доверенности. Уважаемый. Я думаю, мы поговорили, я услышал ваше мнение. Свобода Союза. Рассмотрите. Я вам еще раз скажу. Россия пишется через КИ, а не через И ГРАД. Так как если вы считаете, что вы как гражданин России, вы как гражданин России, так как вы считаете, я вам еще раз говорю. Вы как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, я выслушал ваше мнение, я вам говорю свое мнение. Вы обязаны знать, как пишется слово Россия. Я же вам сказал, я гражданин Союзский. Я вас услышал. То, что вы мне сказали, я вас вполне услышал. Вы услышали меня, да? Вы услышали, что я имею право сделать. Делайте, раз умеете делать. Нет, я вполне могу это сделать, но я не буду. Я вас услышал, у вас есть вполне свобода слова, и вы высказали. И мне приятно пообщаться, мне приятно услышать другую точку зрения. Мне действительно приятно услышать вашу точку зрения. Поверьте, Александр Сергеевич, и это не пустые слова, я вам говорю, как есть. Данные документации вы можете отправлять куда угодно, это также ваше право. Никто вас в этом не ограничивает, либо не запрещает. Но я вам по-человечески еще раз скажу, если вы придерживаетесь своей точки зрения, придерживаетесь до конца. А не надо в случае чрезвычайных ситуаций менять свои точки зрения. Понимаете, так настоящие мужчины не поступают. Я сказал все, что надо, вам счастливого пути, и мне надо действительно работать, чтобы таких, как вы, предостережение, заберите. Мне оно не надо, спасибо. Оставьте себе, может быть, оно пригодится. Я же не имею права его забирать. Смотрите. Я же не обязан его забирать, Александр Сергеевич? Не обязан. Я не могу вас настоять. Я не обязан его забирать. Когда вы будете приглашены в суд, вы хотя бы будете знать. Потому что этот протокол, это... Когда меня пригласят в суд, я поеду в суд. Все, я понял. Что от меня требуется, я все расскажу, и покажу, и докажу. Доверенности нету, печать не соответствует. Вот как вы сказали, мы гоняем это все по слову. Это ваше личное мнение. Для меня оно, извините меня за выражение, но вы... Я гражданин Российской Федерации, и я считаю... Я гражданин в Союзе. В Российской Федерации территории нету. Я здесь работаю очень давно, и мне встречаются разные люди. Я езжу тут регулярно. Регулярно, регулярно мы будем сразу с вами видеться. Включайте больше памяти, сохраняйте. А еще документов водительского и страховки у меня все это есть. Все это есть. Для чего у нас тогда был этот весь разговор? Что вы хотите этим доказать? Смотрите, моя задача в чем? Информировать вас. Вы, как гражданин Советского Союза, поступили на службу в военное учреждение иностранного государства. Вот. Это вопрос. Да. Слушай. Это берестянки. Берестяные изделия из Сибири. А там кто делает? Это не я делаю, это мои товарищи из Томска. Вы подарите? Ну, я их развожу. Это я взял в подарок. Да, можно. Все, смотрите, крутят, а я пошел. Мы, я думаю, с вами здесь. Это почем они такие? Да, там и разум. Я помню. И вот.